Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня, как всегда, наши эксперты приготовили самое интересное. Вам уже надоело, что ваши соседи с самого утра сверлят, стучат или десяток их собак слишком громко лает? Говорите в рупор, советуют наши эксперты, и ваши соседи вас обязательно услышат. Разберёмся прямо сейчас. Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли. Итак, сегодня наши эксперты. Юрист Михаил Присяжнёк расскажет о том, в какие инстанции нужно обращаться для того, чтобы сразу решить все проблемы с соседями. Психолог Наталья Холоденко поделится секретами, как вести переговоры с соседями, чтобы всё решалось в вашу пользу. А экстрасенс Алена Курилова раскроет тайну, как своими руками создать оберег, который защитит и ваш дом, и вас, и ваших родных от сглаза соседей-недоброжелателей. Но соседи есть у всех, и у вас, наверное, мои дорогие, так же, как и у меня, и у моих гостей. Тоже были проблемы с соседями? Расскажите, какие? Ален, какие проблемы у нас были с соседями? Ты их знаешь? Точно знаешь? Ну, соседей я своих, конечно, очень хорошо знаю. И прежде всего, все наши проблемы – это не проблемы. Это всего лишь мелочи жизни по сравнению с тем, какие бывают проблемы по-настоящему. Но иногда вас соседи слегка раздражают, вам они слегка мешают, иногда вы попадаете на недоброжелательность, на плохое настроение или что-либо. Вот, например, в моей личной жизни, когда я проживала на третьем этаже, у меня был маленький ребенок, дочка, я вот очень много времени проводила дома. И каждый полдень начинается какой-то концерт. Начинает дед сверху доставать баян, затягивать какую-то, знаете, революционную песню, там, вот что-то такое, вот такое, старое и доброе. А бабушка начинает при этом, значит, молотить ложками в кастрюлю. Да ты что! Ну, это ужас. Ну, хорошо, посмеяться можно один день. Но если это проходит на протяжении двух недель к ряду, каждый обед или там, допустим, ближе к вечеру, у них начинается вот этот вот концерт народных инструментов. Но это уже не смешно. Что я делаю? Я поднимаюсь на этаж сверху, дабы спросить, какой повод, в общем-то, для пьянки каждый день. Хотя я понимаю, что они не пьют, они люди, как бы, в возрасте и достаточно приличная семья. И никогда за ними вот ничего подобного не было. Я прихожу и осознаю, что бабушка выходит, уставшая, уморенная, и говорит, ой, внуков привели, два и четыре. Вот, мои уехали в Москву, говорит, мы уже не можем воныны едять. Они не едят вообще, они едят только под одно, под баян и под вот это вот, значит, таким образом. Там проходил обряд кормления молодого поколения. Я говорю, ну хорошо, если вы едите, то мы не спим. Говорю, в этот момент мы спать не можем, потому что мы тоже маленькие. Я говорю, а что они едят-то? Подходит девочка, я смотрю, иди сюда, давай поговорим. Я с ней разговариваю, у нее такой запах из ротика, вот знаете. Я говорю, а вы не смотрели доктору, педиатру? Да, ну у них же папа, мама есть. Я говорю, нет. Идите к врачу, есть гастроэнтеролог, детки, там все. В результате я отправила к хорошему врачу, созвонилась, их хорошо встретили, детей хорошо обследовали. Выяснилось, что у деток нет достаточного ферментации кишечника, им действительно не хочется кушать. Дети пропили витамины, пропили нужные препараты, аппетит стал нормальный, гармонь, баян ушел, вся эта музыкальная часть ушла. И мы стали очень хорошими друзьями. Ко мне потом много раз обращались за помощью. Люди не знали, что я, как бы сказать, имею высшее медицинское образование. И так мы с ними подружились и познакомились. Так, в общем-то, вместо того, чтобы, знаете ли, как проклясть друг друга, мы друг другу просто помогли. Это очень хорошее направление нашего разговора сегодня, но в целом ситуации не всегда разрешаются так мирно, если речь заходит о конфликтах с соседей. Поэтому, пересмотрев все сообщения на форуме на эту тему и прочитав те письма, которые вы присылаете на адрес Себу де Добре, я обобщила все ваши мнения и получилось у нас пять проблем, которые, в принципе, нас, как соседей друг друга, объединяют. Все эти пять проблем и их решения мы наклеим на вот эти три импровизированных дома, которые у нас сегодня, к счастью, есть. А помогут нам, конечно, наши эксперты. Давайте начнем. Первое сообщение от Ольги Заборожья, которая написала на наш форум. Дорогие эксперты в Себу де Добре, не знаю, что делать с соседями сверху, которые позволяют себе включать музыку в час ночи. Особенно ужас творится на выходных, когда музыка играет до трех часов ночи. Как приструнить соседей, которые не хотят слушать ни меня, ни моего мужа-спортсмена, который не один раз поднимался к ним и пытался разговаривать с ними по-хорошему. Ну, это та проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день. К огромному сожалению, эта проблема – это чрезмерный шум. Давай просто попробуем разобраться, что с точки зрения закона мы можем и что мы можем требовать. Из десятков тысяч законов Украины, которые существуют, есть один интересный закон, который именно регламентирует шум в жилых массивах и в домах. Закон этот называется «Закон Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». В этом законе существует статья 24, которая регламентирует шум. В жилых домах никто не имеет права шуметь с 22 часов вечера до 9 часов утра. Запомните это навсегда. Надюш, клей наклейку. Это время, в которое позволяется шуметь. Закон говорит, что шум в течение дня, а именно с 8 часов до 22, не должен превышать 55 дБ. 55 – это днем. Это разумные нормальные празднества, это разумная нормальная работа, это, в принципе, функционирование вас в течение дня. Что же касается с 22 до 8 часов утра, уровень шума не должен превышать 40 дБ. В принципе, это тихий разговор, который нам не слышен. Что же касается объяснения, почему. Проведены исследования и установлено, что если шум в течение длительного времени превышает допустимые нормы, например, там, в 150 дБ – это турбина авиадвигателя, либо 135 дБ – это трамвай на улице, люди просто глохнут. Поэтому существуют нормы закона, которые ставят нас в рамки. Пожалуйста, помните об этом. Миша, ты знаешь, я хочу дополнить, дело в том, что такой шум стабильный, он не только плохо влияет на нашу способность слышать, дело в том, что с точки зрения психологии стресса шум и вибрация стабильная разрушают нервную систему, и потом люди становятся раздражительными, быстро утомляются. То есть это действительно серьезно. И я хочу сказать о том, что есть соседи, которые, ну хорошо, если они раз в полгода празднуют день рождения, а у некоторых эти дни рождения каждую субботу. Вот как начинаются они в субботу вечером, так они и заканчиваются воскресенье утром иногда. И, конечно, трудно, когда стабильно ты знаешь, что твои выходные проходят под чьё-то празднование. Один мой знакомый вышел из этой ситуации таким образом, что он уже не выдержал с ними разговаривать, и пошёл просто выкрутил им пробки. Ну, я не могу давать таких советов, потому что это неэтично, и потому что, ну, много раз этот метод применить нельзя. Но если вот эти выходные для вас особенно важны, и вы хотите как-то предотвратить шумовое общение ваших соседей, то можно повесить объявление о том, что с такого-то по такое время, когда ваши соседи начинают отмечать праздновыходные, будет отключено электричество. Я считаю, что с этой проблемой стоит бороться, потому что если вы никак не будете сообщать о том, что вам это мешает, это может казаться людям, что не слышно, что всё нормально, и они могут делать погромче, они могут вести себя так, как им хочется, и это, конечно, уже дискомфортная жизнь. Смотрите, ситуация, в принципе, она не безнадёжная. Что же делать? Я прихожу к соседям, говорю, пожалуйста, сделайте потише, они говорят, куда тебе идти, и чаще они говорят это в грубой форме и указывают адрес. Поэтому не нужно самодеятельности. Приходите домой, берёте в руки телефон и набираете 102. Приезжают сотрудники милиции, правоохранительные органы, они приезжают изначально, в принципе, к вам. Вы можете их вызвать в свою квартиру, объясняете им ситуацию, и они поднимаются к ним, или там переходят через лестничную площадку и общаются с ними. Итак, решение этой проблемы. Возможно, у вас есть вопросы, которые касаются именно этой темы. Добрый день, меня зовут Арина. Как насчёт ремонта? Когда его можно делать? У меня новые соседи. Ремонт начинает с 6 утра до поздней ночи, и выходные тоже. Владельцев в квартире нет, там живут сами работяги. Владельцев поймать не могу. У меня начала уже падать штукатурка. Попытки мои прийти и позвонить в дверь, они игнорируются, я не могу до них дозвониться. Что мне делать? Кстати, спасибо. Я тоже хотела спросить о ремонте. Даже есть вот специальная картинка. Злополучная дрель, которая уже просто притчевоязыцах. Наверняка все знакомы с этой проблемой. Это, к огромному сожалению, безысходность. Потому что люди переехали, им нужно делать ремонт, и мы, в принципе, не имеем права им запретить этого делать. Но, с другой стороны, вот сами подумайте, ну почему я должен принимать активное участие в ремонте своих соседей? Да, когда я на работе, это нормально. Но когда я пришел домой и хочу отдохнуть, и у меня вот такая голова. Можно подумать, что ты сам не делал ремонт. Делал. Так. Делал. Да. Когда? Именно в то время, когда это возможно. Потому что соседи, когда я начал делать ремонт, зная мой годливый характер, все время ждали, ну когда же вот он там на две минуты превысит эту норму, чтобы уже сказать здрасте, и вы тоже нарушаете. Тот же закон, о котором я говорил ранее, та же статья 24, она регламентирует и ремонт. Так вот, ремонт можно делать только в будние дни. Понедельник-пятница. С 9 утра до 9 вечера. Я сама попала один раз в неловкую ситуацию, когда ко мне прибежали снизу, думая, что ремонт делаю я, а на самом деле его делала не я. И мне высказали, что у меня нет совести, я даже не успела ответить ничего, потому что люди были уверены, что ремонт происходит именно в моей квартире. Ну вы знаете, что во многоэтажных домах звук иногда искажается. И бывает такое, что люди делают ремонт на 10 этаже, ты живешь на третьем, и они думают, что мне это никак не мешает, а у меня маленький ребенок должен спать в это время. Поэтому я вот такие проблемы решаю путем того, что я хожу и действительно прошу их, часы какие-то определенные, не делать громких работ. Например, когда спит ребенок с 12 до 2, вот пожалуйста. И как правило, все идут навстречу. Но если прийти с претензиями с порога и начинать кричать, вот так как на меня, да вы делаете ремонт, я его даже не делаю, то хочется уже делать на зло, потому что есть закон, и ты имеешь право в это время его делать. Итак, Надюша, у нас разумные рамки с 8 часов до 21. Понедельник, пятница, никаких выходных. Некоторые соседи, согласитесь, настолько мешают жить, что это и перенести невозможно. Не зря один наш зритель просто видеообращение записал. Давайте посмотрим. Доброго дня, дорогие эксперты. Я хочу до вас звернутися з проблемою, яка виникла у нас, в мене, як у мешканки цього будинку. Проживаю з чоловіком вже тут 6 років, і ми весь цей час потерпаємо від нашої сусідки, яка отримує близько 10-12 тварин у своїй однокімнатній квартирі. Ці тварини не мають належного нагляду, вони гадять у під'їзді, від них дуже багато шуму, як в день, так і в ночі. Зараз я ще раз зроблю спробу поспілкуватися з нашою сусідкою, Асією Іванівною, з приводу цієї проблеми. І зараз знаходжусь в під'їзді, йду до неї до квартири. Чесно кажучи, такий сморід стоїть, що, на жаль, жалко, що не передає камера всі ці жахливі запахи. Доброго дня, Ася Іванівна. А що це таке? Хочемо поспілкуватися з вашим, з проблемою, яка виникла в під'їзді, з тим, що у нас дуже багато тварин. У мене не тваринки. Це хтось написав вже на мене, так? Ми всі знаємо, що у вас десь до 12 тварин, і кішок, і собак. Боже, упаси! Боже, упаси! Ти бачила, у мене 12 кошик? Вони постійно розмножуються. Ці кошенята, жалко на них дивитися. Яка їх доля? Ти ж живівся зі мною в одному домі. Що ти таку ерунду говориш? Ти бачила, у мене 12 кошик? Жалко цих кошенят. Ти бачила, у мене 12 кошик? 12 тварин загалом, так. Две кошки, две собаки. Ветеринар прийти, паспорт, все. Без собак нельзя, тому що мені. Обрізали антену, вивели двер, вони вас не пустять. По документах у сусідки дві собаки і два коти. Але насправді їх набагато більше, і вони розмножуються. Це дійсно велика проблема для всього будинку. Звертаюся до експертів з проханням допомогти нам у вирішення цієї проблеми. І так, ситуація типична, можна сказати. Ну, в принципі, так. Частенько розповіють о таких, їх ще називають, сумасшедших соседях, які скаплюють огромное кількість животних. Як би із добрих побуждений, к животному относяться состраданням, хоча це ще вопрос. Соседи буквально все страдають по разным причинам. Давай найдем изображение, символ этой проблеми, ми розмістим любимих мною котів на крышу. Але сьогодні вони грають роль злополучних соседей. О, я обожаю котів. Я обожаю котів. Я без кошки жити не можу вообще. Но, понимаєте, в чем дело? Кошка вот живет у мене одна. Да, у нее були котята, ми благополучно їх дарили. Там потом все це у нас було такое действие, рождення котят. Но ми не оставляли себе весь этот выводок. Почему? Ну, потому что то животное, которое живет у вас в доме, оно должно жить комфортно. И если вы соберете 115 кошек или 20 или 30 животных, это не значит, что вы сделаете их счастливыми. Они сходят с ума от присутствия вот друг друга на такой тесной территории. Они же не привыкли в природе жить вот в ограниченном пространстве. Вы считаете, что вы их спасаете? На самом деле вы делаете их несчастными. Существует закон Украины о содержании непродуктивных домашних животных. Там в законе нет понятия там количество котов, количество собак. Но есть понятие разумные условия их содержания. Но в этом же законе есть еще и законодательное основание содержать этих котов и правильные документы, а именно паспорта, регистрация, отметки в жилищно-эксплуатационной конторе. И за каждое домашнее животное вы платите определенную сумму денег. Она небольша. Я не помню, когда я в квартире жил, мы платили за собаку, по-моему, 7 гривен, если я не ошибаюсь. Может, сейчас больше. Если вы платите 7 гривен за 60 котов, вот уже и зона комфорта кончилась. Вот вы уже и не спасаете котиков. Поэтому помните о том, что прежде чем заниматься такой самодеятельностью, есть еще законы, которые все это регулируют и регламентируют правильное поведение. Вычитывая закон и обращаясь в нужные инстанции, в принципе, это можно остановить. Нужная инстанция в данной ситуации – это санэпидемстанция. Да, да. Соседка нашей телезрительницы так и не показала документы на своих, как она утверждает, всего пару животных, и не пустила в квартиру. Мол, собаки не пустят. Поэтому нашей телезрительнице мы советуем обратиться в санэпидемстанцию и ЖЭК. И уже эти службы имеют полномочия проверить наличие документов на животных и точное количество животных, а также их регистрацию. Нас не покидает настрой договориться с соседями. Наталья, может быть, в этой ситуации можно применить какие-то дипломатические ходы? Вы знаете, я думаю, что стоит попробовать. В большинстве случаев люди, которые начинают заводить большое количество животных, они, как правило, одиноки. Им не хватает общения, им не хватает внимания. И если на этапе, когда этих котов, например, или собак два или три, с этим человеком еще есть смысл разговаривать. Потому что я вам хочу сказать честно, большое количество животных может свидетельствовать о том, что у человека уже расстройство психики. И здесь нужна помощь не только санитарно-эпидемиологической службы, но и другой службы, которая заботится о психическом состоянии людей. Что можно сделать? Я думаю, что, как правило, на тех людей, которые держат много животных, в квартире на них много негатива. И надо попробовать другую позицию проявить. Вот заговорить с человеком, а как там ваши животные, как у них дела, хватает ли им места. И если человек говорит о том, что он да сам бы с удовольствием расстался с ними, но просто не знает, что с ними делать, куда их деть, выбросить на улицу жалко, тут просто надо предложить помощь. Раздать этих животных в добрые руки, клеить объявления, размещать объявления в соцсетях, либо найти какие-то организации, которые проявляют заботу о животных. И таким образом человек может пойти навстречу и расстаться с этим огромным количеством животных, которое, конечно, не может быть комфортным. Да, вот такое может быть у нас решение этой проблемы. И есть еще одна проблема, которая практически до боли знакома каждому из нас. Вот что написал Андрей из Черкасс на наш форум. «Живем мы в девятиэтажном доме. Раньше нашей соседкой была милая бабушка, но она умерла, и квартира пересла ее родственникам. Сейчас нашими соседями по коридору является неблагополучная семья из четырех человек. С их приездом начались наши проблемы». Тараканы. Жить дальше так невозможно. Тараканы бегают по нашей квартире, в каждой комнате, по коридору и уже по лестничной площадке. Уже года три, как моя мама борется с тараканами в нашей квартире. Но все это бесполезно, потому что соседи у себя их не травят. Итак, тараканы – это еще одна проблема, которую давайте разместим на доме. Что можно посоветовать в этом случае? Что в этом случае можно предпринять, такой стратегический ход? Это подарить своим соседям средства от тараканов. Вы не поверите, ход очень простой, но некоторым людям они не мешают. Вы знаете, что бороться с тараканами самостоятельно бессмысленно, потому что они через день, даже если вы их всех вытравите, они через день все равно появятся в вашей квартире. Поэтому можно придумать какую-то причину, почему надо именно сегодня, например, там, лунный день правильный или санэпидемстанция от нас требует, чтобы мы все одновременно потравили, и вот вам бесплатное средство. И потом под каким-то таким хорошим поводом уточнить, пользуются ли этим средством соседи. А если нет, Мишенька? В такой ситуации ваш друг и помощник – санэпидемстанция. Едете туда, берете лист бумаги, пишете заявление. Вы делаете официальное обращение о такой проблеме, чтобы они ее решали. Есть еще один современный способ борьбы с тараканами без общения с соседями. Это сетка на вентиляционную трубу, которую можно установить у себя дома, потому что, как правило, они именно через эту трубу к нам в квартиру и залазят. Прежде всего, если соседи развели такую нечистоту, как тараканы, им надо провести политинформацию, в общем-то, магическую. Сказать, что вы сами создаете энергетически нездоровое поле себе, и тогда не спрашивайте, почему болеют ваши дети. Если начинается скандал, это не ваше дело, да, идите вы все, или проклены, или угрозы, что часто бывают, не лезь в мою жизнь, живи своей. Как правило, вот человек обижается, приходит домой и чувствует себя разбитым, чувствует, что на его территорию, ну, совершена энергетическая атака. Что делать для того, чтобы ваш дом был вашей крепостью? Есть такой маленький секрет. Это самый элементарный, самый такой симпатичный наш веник. Веник должен быть обязательно из такого природного материала. Когда вы хотите сделать веник защитой своего дома, вы, наверное, часто видели во многих домах, что стоит почему-то веник вот так вот в уголочке. Веник, чем кверху, как говорила моя бабушка. Зачем его так ставят? Его ставят для того, чтобы отогнать из своей жизни, из своего дома ведьму. Ту, которая, ну, несет негатив, сглазить пришла, либо позавидовать, либо пожелать чего-то, либо даже если она не ходит к вам в дом, а где-то на улице стоит, а к вам оно все прилипает. Для того, чтобы оберег действительно работал, этот веник нужно сделать из предмета просто обрядовым предметом, культовым, скажем так. В нашей украинской культуре мы знаем, что сорочки вышивались червоными, то черными нитками. Это наши два цвета, которые являются обережными. Поэтому очень рекомендую плести косичку и наговаривать плетение. Добра, удачи, позитива, счастья, здоровья, не болеть, богатству. Вот все, что вы здесь узелочками наплетете, все должно быть привязано, подвязано к венику. Вот таким образом привязываем к венику нашу обережную тесемку. Делаем его обрядовым ритуальным предметом, не менее чем на три узла. 3, 6, 9, 12. И вот эта ниточка, вот эта веревочка будет точно так же, как и каждый прутик этого веника, мести негатив из вашего дома, менять негатив на позитив. Где храним веник? Веник храним, как правило, в кухне, и веник храним, как правило, в углу. И как мы его там храним? А храним мы его в корзине. Корзина – символ дома, полная чаша. И мы свой дом, символизируя эту корзину, дом как полная чаша, охраняем веником. Вот так мы поставим этот веник в уголочек нашего дома. Что хорошо делать этим веником? В чистый четверг, да или в любой день, когда вы делаете уборку вашего дома, скажем такую, генеральную, или же начали скандалить, хотите навести энергетическую чистоту. Как делать генеральную уборку дома? Например, вот это ваша, к примеру, квадратная комната. Пошли и метем от одного угла к центру, от другого угла к центру, от этого и от этого. По центру раскладываем платочек, носовой платочек. Возможно, тот платочек, вот когда вам горько и обидно, и вы поплакали, вот даже смоченный слезами. Вот смели весь негатив из этого дома, и ссоры, скандалы, гадостью. Завязали минимум на четыре узла и пошли сожгли его. Ну, а я хотела бы угостить вас кофе, прежде чем мы перейдем к решению следующей проблемы. Нескафе. Первое правило утра. Следующее письмо от Марии из Киева. Мы живем в Киеве в многоэтажке. Недавно купили однокомнатную квартиру. У нас есть небольшой тамбур, то есть общий коридор, который закрывается на три квартиры. Родился сынок, и вот начались проблемы. Коляску мы оставляем в общем коридоре. Стоит в уголке у наших дверей. И вот мы каждый день выслушиваем претензии только от одной соседки бабушки. Она говорит, что ей коляска мешает, что она пройти не может. Хотя все она может. Один раз даже проклинала вслед. В тот день ребенок целый день плакал. Как доказать бабушке, что это общий коридор, и мы можем ставить коляску? Итак, проблема налицо, и, по-моему, довольно распространенная. Ты знаешь, у меня тоже была такая проблема. Потому что у меня маленький ребенок, и я оставляла коляску в тамбуре, хотя квартира у нас и не маленькая. Но я считала, что мне так удобнее, и что я имею на это право. И почему, если этот тамбур общий, почему я не могу распоряжаться ним так, как мне удобно? Потому что он общий. Итак, у нас проблема. Это коляска в общем тамбуре. Но вместе с этой проблемой я сразу хочу предложить решение. Вы не поверите, какое это интересное решение, которое мне помогло справиться с этой проблемой. Пирог? Да. Я угостила пирогом соседку, которая чаще всего возмущалась на тему того, что коляска наша мешает ей пройти, и как-то попыталась завязать с ней разговор. И в разговоре выяснилось, что, как мне показалось, человеку просто хотелось внимания, общения. Ну и пирог стал хорошим поводом для этого общения. Отношения наши наладились, и коляска резко перестала мешать. Тамбуры – это прежде всего, это выход. Причем бывают ситуации, при которых этот выход должен быть экстренным. Так вот, если мы рассмотрим закон об утверждении правил содержания домов и придомовых территорий, там очень четко регламентируется, какое должно быть расстояние этих выходов, и насколько просто из этих выходов должен быть спуск в лестнице, то есть в лестничные проемы. И если на территории этих тамбуров стоит что-либо, то люди, которые в случае пожара или экстренной ситуации, не дай бог война или что-то еще, и они должны спускаться вниз и уходить там в бомбоубежище или просто на улицу. Если они будут выбегать быстро из своих квартир, они за это все цепляются, и создается пробка из людей, ну и, соответственно, люди могут пострадать. Поэтому, если вам удалось договориться с соседями, и никто не против, да, это хорошо, но если соседи против, помните о том, что они могут обратиться в ЖЭК, ЖЭК придет, проверит, выявит несоответствие с законом, и в крайнем случае они могут даже пожарного инспектора пригласить, который выпишет вам штраф. Ого! Поэтому просто не забывайте, мы можем что-либо хранить в этих тамбурах, но при этом этот тамбур не должен быть заставлен так, чтобы людям это мешало выйти. Практически этой же проблемы территории касается вопрос, который прислали на наш форум. Пишет Василий из Одесской области. На собственном земельном участке возле своего дома построен гараж на границе с магазином. Наши соседи решили сделать реконструкцию магазина и надстроили второй этаж. И этот второй этаж заступил на крышу нашего гаража на 50 сантиметров. Владельца магазина заявила, что купит гараж, потому что ей нужен дворик для въезда в магазин. Мы отказались. При следующей беседе соседка заявила, что ей положен один метр от магазина в наш двор. Что делать, чтобы сохранить все-таки наш гараж? Давайте озвученную проблему закрепим на крыше нашего домика. Решение нашей проблемы это генплан, поэтому наклею его сразу тоже на наш домик. В любом случае мы понимаем, что любые споры между соседями в таком случае это всегда судебная инстанция, если люди не могут между собой договориться. Поэтому, если вы считаете, что кто-то заступил на вашу территорию для того, чтобы подавать в суд, будьте уверены в том, что эта территория действительно ваша или вы имеете на нее право. Для того, чтобы это понять, вам нужно обратиться к генплану. Генплан хранится в селах, он хранится в сельсовете. В городах, соответственно, это горсовет. Поэтому, до того, как подавать в суд и до того, как кричать, что вы имеете на это право, загляните в генплан. На частных территориях, где есть так называемая своя земля и растут деревья. Вот письмо, которое пришло из Черкасс, Виктория написала. Мы посадили дорогую китайскую грушу, которая раскинула свои ветви на чужой огород. Что делать, если основная часть плодов падает к соседям, а нам остается совсем чуть-чуть? Сейчас в любом гипермаркете строительно можно купить сетку, которая улавливает плоды. И, ну, может, у меня не столь сверхдорогая груша, но мне тоже жаль загаживать красивый двор моего соседа. Да и ему, наверное, это будет не очень приятно. Поэтому, если ему хочется сорвать у меня яблоко или грушу, он залазит и срывает. Но все остальное время эти плоды падают на мой участок. Я хочу сказать, что решение очень простое. Я предлагаю тем, на чью территорию падают груши, чтобы у соседей не было вот такого чувства несправедливости. Поэтому я предлагаю собрать груши, которые падают на вашу территорию и угостить соседей, сказать, вот ваши груши, они к нам упали, и вот мы хотим вам их вернуть. Для того, чтобы соседи не ходили и не нервничали по поводу того, что вот они садили, а их объедают. И они сами вам предложат потом угощаться этими грушами. Самое главное в ситуациях, когда есть вот это вот деление территории, деление дерева, проявить доброжелательность. Я хочу вам рассказать о своем опыте. Дело в том, что мои соседи по лестничной площадке, порядочные люди, они прибили пепельницы прямо возле лифта и стали там курить каждый день. И никакие мои уговоры, ссоры не помогали никак, чтобы они прекратили это делать. Мне было очень неприятно, потому что я сама не курю, и на каком-то этапе я поняла, что уже напрямую воздействовать я не могу, поэтому попробую опосредовательно. И к какому методу я прибегла, и он помог. На подоконниках лестничной площадки я расставила цветы и сделала все таким образом, чтобы было впечатление, что мы находимся у себя дома, то есть что это продолжение квартиры. И вы знаете, этот метод удивительно подействовал, и ребята, которые курили много лет и отстаивали свое право, они все-таки стали выходить на улицу. Ну что же, мы выяснили сегодня, что можно решать вопросы с соседями, которые кажутся неразрешимыми проблемами, юридическим путем, методом договориться или просто с помощью магических ритуалов. И все это действует, если мы настроены доброжелательно и хорошо знаем свои права и обязанности. Спасибо вам огромное за ваши советы и жизненный опыт, которым вы поделились. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok